Причем, прочту, если позволите, даже в классе, как говорили. Но одно совершенно маленькое, чтобы мне сразу не забыть вам это сказать. Алексей Недович, откровение. У немецких плененных орудий Костромич с серебоватым лицом Новичку похвалялся, что в буде он сидел на сморрагновом чуде И шагал королевским дворцом. И намек, взлупрек принимает, опоздавший вздохнув тяжело. Жаль, что но не 9 мая, а не, скажем, второе число. А то и похвалился нечего. Ну и еще, Алексей Недович, в гнездо. Высота врезалась в рощу клином И жила под ветром на дожде с маленьким гнездом перепелиной С желторотым птенчиком в гнезде. Озаряя рощу светлом, светом белым, Гроза полыхали над гнездом. Мать, прикрыв птенца промокшим телом, Отводила молнии крылом. В плочах облаков, как бог спокойное, Поднималось солнце. Лишь тогда перепелка в небо знойное Выпорхнула из гнезда. Двунновенье ветерка залетло. Калыхало с пчелами цветы. А полудни рота пулеметная Заняла рубеж у высоты. В полный рост, поднявшись над долиною, Русский парень, бравший города, Вырвал у гнезда перепелиного рост Для пулеметного гнезда. И когда по ковалюси дому Вражий строй пошел на высоту, Птица, возвратившаяся к дому, Вдруг затрепетала на лету И запела вдруг. И в то мгновение Пулеметчик прошептал Пора. Я назвал бы Ангелом спасения. Эту птицу Серого крыла Грянул в бой. Она над боем черным Заклинала песни Хрупкий дом Всем своим Издревле непокорным Гордым Материнским существом. А когда Свинец пояр Пехоту И опасность Обратилась вспять Человек Привросший к пулемету Мертвым был. Но продолжал Стрелять. Аплодисменты